Приветствую вас. Я думаю, что не так уж человек испокоен, раз меняет свое отношение к лечению, да, то есть не желает признавать, что у него есть какие-то проблемы. Вот, значит, я думаю, что человек обладает эмоциональной нестабильностью, и я думаю, что человек обладает на таком, знаете, глубоком уровне, достаточно заниженной немного самооценкой, вот. Потому что только человек с заниженной самооценкой может пренебрегать свое здоровье, вот, то есть относиться к нему беспечно, это может быть и, как бы, ну, это может быть и свойственно для, ну, для такого человека, но вот пренебрегать свое здоровье нет. То есть как бы это совершенно однозначно, что нет. Вот. Поэтому я бы не сказал, что человек именно спокойен, да. То есть я бы сказал, что у него на против есть вот эта вот проблема заботы о себе, то есть беспечность, беспечное отношение к здоровью, это одно, а вот заниженная самооценка, да, и неумение заботиться о себе, это уже совсем другая история. И вот мне кажется, что данный субъект может рассматриваться именно с такой точки зрения, с такой позиции, вот. Вы спрашиваете о, значит, о психических свойствах пациентки. Психические свойства пациентки могут быть импульсивность, вспыльчивость неожиданная, импульсивность, обесценивание, причем обесценивание как вашей работы, так и в себя. Психотичность, то есть нуждаемость в поддержке, в такой, знаете, вот чисто родительской такой поддержке. Вот. То есть здесь, я думаю, так можно сказать. Дайте характеристику деятельности медицинской сестры. Я не очень, если честно, понял ваш вопрос здесь. Почему? Потому что я не увидел работы медицинской сестры вообще в принципе. Я не увидел работу. То есть ничего не указывает на то, что была проведена какая-то работа медицинской сестрой. Понимаете? Вот. Так что здесь вот, мне кажется, ваш вопрос не совсем понятен. Что касается того, как выстраивать диалог, разговор нужно выстраивать серьезно, твердо. то есть это вот прям, найдем, прям. Максимальная твердость нужна в диалоге. Вот. Потому что, если клиент почувствует, что вы не уверены в том, ну вот, вот, в том, что предлагаете ей. Вот. То, если она почувствует это, то она совершенно точно от лечения дальнейшего отказа. Вот. Это совершенно однообразный факт. Вот. Значит твердо, серьезно, максимально профессионально. Вот. Используя, соответственно, факты. Вот. Желательно без прикрас. Вот. Желательно без лишнего эмоционального окраса использовать факты. Вот. Тогда у вас есть реальный шанс на то, что клиент согласится на лечение. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.